Заседание по комплексному развитию Ульяновской области открыл и провел губернатор Алексей Русских. Глава региона озвучил главные события минувшей недели. Одно из них – подписание президентом Владимиром Путиным договоров о присоединении Новороссии к нашей стране. Это был долгий и сложный путь. И как раз вчера Государственная Дума ратифицировала договоры о понятии новых регионов в состав России. Еще одна важная тема этой недели – это ход мобилизационной кампании в регионе. В четверг Алексей Русских встретился с мобилизованными гражданами, проверил условия проживания, питания и подготовки бойцов. Поручил строго следить за тем, чтобы наши парни были обеспечены всем необходимым. Все обращения оперативно рассматриваются. Для сбора обратной связи в Ульяновской области работают горячие линии. И отдельно наши социальные службы будут работать с семьями мобилизованных. Ульяновская область принимала участие в федеральном конкурсе «Лучший МФЦ» и одержала победу в номинации «Лучшая крупная региональная сеть Российской Федерации». В школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Ульяновской области были усилены меры безопасности. При подготовке к образовательному сезону было выделено чуть больше 98 миллионов на решение вопросов безопасности. Где-то и пожарная безопасность, и где-то частичное устранение ограждения. Что важно, в последнем изменении, в крайнем изменении в закон, на отрасли образования были добавлены средства. 50-70 небольшим миллионов, и средства, направленные будут исключительно на обеспечение физокрана. Те образовательные организации, которым присвоена четвертая категория, должны быть оснащены тревожной кнопкой и видеонаблюдением. В Ульяновской области в 100% таких заведений и есть тревожные кнопки. На территории Ульяновской области продолжается реализация национального проекта здравоохранения. По поручению Федерального Минздрава в 2022 году в нацпроект была включена еще одна дополнительная составляющая – модернизация первичного звена здравоохранения. Мы модернизируем все амбулаторно-поликлиническое звено, то есть это, как вы озвучили, строительство федерально-акушерских пунктов, то есть замена старых зданий на новые. Это приобретение автомобилей для медицинского персонала, для удобства их доставки в отдаленные населенные пункты и также для доставки маломобильных граждан в центральные районные больницы. На заседании также обсудили ход ремонта улицы Федерации. По словам главы города Ульяновска Дмитрия Вавильна, работы ведутся по графику и будут завершены 15 ноября. Также были озвучены планы по запуску в 2023 году рельсовых автобусов «Орлан» для курсирования между левым и правым берегами Ульяновска. Также в докладе о ходе частичной мобилизации в регионе министр Ульяновской области Геннадий Нерабеев сообщил губернатору о том, что задание, установленное по частичной мобилизации в Ульяновской области, выполнено практически на 100%.